Знаете, такое чувство, что в этот слайм действительно добавили сливочное масло, потому что он такой, какой-то вещь маслянистый. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня вас ждет видео, которое вы многие ждете. Я сегодня хочу посмотреть вместе с вами слаймы от начинающих слаймеров и по совместительству моих подписчиков. Здесь у меня на столе есть 9 слаймиков от трех разных слаймеров. Во-первых, это от Слайма Айленда. Первый слаймер. Следующий слаймер это Мистер Дроп Слаймс. И третий слаймер это Лира Слайм Коконут. Надеюсь, что я правильно прочитала, потому что что-то как-то очень сложно было. Вот это вот все. И да, как вы знаете, как я уже и сказала, всего у меня здесь на столе 9 слаймиков. Также у меня есть всякие добавки, которые шли. Активатор и размягчитель от Слайма Айленда, конфетки. Есть инструкции, активаторы от Мистер Дроп Слаймс. А также есть добавочки от Слайма Айленда. И теперь давайте поближе смотреть на слаймики. Они все очень красивые. Здесь есть разные текстуры. Есть Клауд Слаймы, есть Клер Слаймы. Есть что это? Это непонятно. Но, наверное, это оригинал слайм с такими вот пенопластовыми шариками. Кстати, я его открывала уже на своем основном канале, когда распаковывала посылочку. Поэтому он здесь немножечко уже потек. Потому что я с ним немножечко поиграла. Ладно, не буду долго болтать. Давайте я уберу слаймики в стороночку. И начну я вот с этого, наверное, оранженького слайма. Очень красивого цвета. Прям моего любимого. Мне кажется, цвет настроения этого лета у меня вот именно такой. По всей видимости, это баттер. А, он размяк. Вернее, я растаю. О, ну это нормальная ситуация, потому что слаймы у меня уже находятся где-то порядка двух недель дома. Может быть, чуть меньше. В любом случае, это нормально. Лето все дела, слаймик подтаял. Я добавила немножко своего активатора. И теперь давайте все тихонечко заместелывать. Я уже отсюда чувствую, как просто обалденно пахнет апельсинчиком. Невероятный ароматизатор. Очень вкусный. Прям напоминает такую апельсиновую карамельку. И мне кажется, я немножечко застряла. Болотонный, помогите мне. Добавьте актива этого. Самый прикол будет, если я сейчас его переактивирую. Поэтому то, что у меня здесь осталось, я вытру, наверное, салфеточкой весь активатор, который здесь был. Давайте смотреть, что же у меня сейчас получилось после добавления активатора. Слайм очень вкусно пахнет. Повторюсь еще раз. У него такая нежная кремовая текстура. Это прям баттер-баттер, а не полубаттер, скорее всего. Я, конечно, на все 100% не уверена. Но мне так кажется. Давайте им похрустим. Кайф. И, конечно же, что должен делать баттер? Мазаться. Так что давайте это проверим. Вау. Мне кажется, просто супер. Для начинающего слаймера это офигенный, 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 офигенный слайм. Кстати говоря, я не совсем уверена, что прям начинающий-начинающий слаймер. Мне этот слаймик очень-очень даже нравится. Смотрите, какая красота. Как я сказала, слайм крутой. Мне он очень сильно понравился. У него обалденная текстура. Он классно хрустит. Он очень нежный, очень мягкий. Тянется в тоненькую пленочку. И даже из него надуваются пузыри. А это очень важно для меня. Следующий слаймик будет тоже от этого инстаграм-магазина, а именно Слайма Айленд. Давайте... Ооо, что это? Волос, что ли? Реально? Это был волос или мне показалось? В общем, ладно, неважно. Продолжаем обзор. Здесь из-за того, что контейнер такой не совсем крутой, образовалась вот такая вот корочка. Как я тебя понимаю? У меня слаймы, которые хранятся в этих контейнерах, тоже образовывают вот такую вот корочку. Это не суперкрутое. Я думаю, что слаймы, которые идут на продажу, нужно продавать в других контейнерах. Не вот таких вот. Это вообще соуснички. В них наливают как бы соевый соус. Но сейчас слаймеры их очень часто используют. Даже я в них храню слаймы, как уже и говорила. И, по-моему, это не суперкруто. Надо использовать хотя бы вот такие вот контейнеры. Они суперкрутые, суперпрочные, суперудобные. Вот от этих, я считаю, надо отказываться. Потому что получается вот это. Ну, кому это надо? Это же засушенки, которые все так сильно не любят. И да, этот слаймик, он тоже немножечко размягчился. Поэтому я добавляю активатора. И сразу же давайте это все замешивать. По всей видимости, это тоже баттер. Да, по-моему, так и есть. Он такой нежняцкий. Теперь его растягиваем. Прикол в том, что я его не суперсильно заактивировала. Он немножечко прилипает к рукам. Поэтому я решила еще чуть-чуть добавить активатора. И теперь давайте я перестану болтать. А просто поиграем со слаймом. Кстати говоря, я совсем забыла отметить аромат этого слайма. Он чем-то вкусно пахнет. Я сейчас понюхала и не могу понять, честно говоря, чем. Такой очень интересный ароматизатор. Короче, он пахнет каким-то вкусным, прям офигенно вкусным мылом. Я не знаю, почему мне так кажется. Я даже не могу понять, что это за фрукт. Или что это, наоборот, за ягода. Или, может быть, это вообще какой-то совершенно другой ароматизатор. Короче говоря, я, честно говоря, не совсем вкурила. Что это за аромат. Но он действительно клевый. И он мне безумно понравился. И слаймик мне тоже очень сильно понравился. Это очень-очень-очень-очень классный баттер. Он классно мажется. Смотрите. Кликает, хрустит и все такое. Так что ему я поставлю 9 из 5. Точно такую же оценку, как к предыдущему слайму. Я положу сюда вот эти обратно сушенки. Следующий слайм я решила посмотреть вот от этого инстаграм-магазина. Или просто от слаймера, который называется Lira Slime Coco Nuts. Они у меня здесь почему-то немножко поюзаны. Я не знаю, почему. Давайте открывать. Так, здесь нигде не написано, что это, кто это, с чем это едят, какая текстура и название. Поэтому будем импровизировать насчет названия. Кстати, пахнет вкусно клубникой со сливками. Это мега глянцевый слайм. И такое ощущение, что он сделан из столяра. Он просто такой плотный. Я, конечно, это не утверждаю. Но очень похоже. По запаху не поймешь. Потому что как бы очень вкусный, очень приятный, очень сильный ароматизатор. Но все-таки буду верить в то, что это не столяр. Вау, как он хрустит. Офигеть. Посмотрите, какая красоточка получается. В общем, этот слайм, он какой-то прям супер необычный. Он так сильно хрустит. Очень-очень глянцевый. У него невероятно вкусный, приятный аромат. Короче, вы поняли. Вы поняли, то, что поделать сегодня не будет. По крайней мере, из этого слайма. И следующий слайм будет тоже от этого инстаграм-магазина. Прикол в том, что он такой легкий. Наверное, это какой-то супер-пупер-мега-баттер. Давайте смотреть. Здесь снова такие блестки. Кстати, заметили, в предыдущем слайме были тоже такие необычные блестки. И в этом тоже. Интересно, чем он пахнет. А пахнет он, догадаетесь, что у меня за любимый ароматизатор. Был когда-то. Это французское печенье. Кстати, слайм похож реально на печенюшку какую-то. Такую шоколадненькую. Офигеть, он такой приятный. Вау. Сначала я думала, что эти блестки будут смотреться, но не очень в коричневом слайме. А теперь посмотрите его, когда растягиваешь. Такой, во-первых, прикольный рельеф. Или как это даже назвать. В общем, на такую паутинку он растягивается. И эти блестки очень даже круто смотрятся. Безумно клево. Теперь давайте попробуем размазать. Знаете, мне что это напомнило? Тесто для шоколадного такого печенья, шоколадной колбаски. Не знаю, когда-нибудь делали такие, когда вмешаешь какао с печеньками, и получается такое шоколадное тесто. Вот прям один в один. Не слайм, а какое-то шоколадное тесто. Шоколадная вкусняшка. Я этому слайму поставлю пушечную оценку. Знаете, какую? 10 из 10. Он очень клевый. Мне все в нем понравилось. Вы посмотрите на это. Она реально такая рельефная получается. И мы переходим к следующему слайму. Следующий слайм я решила тоже посмотреть от этого инстаграм-магазина. От Кривайн. Интересно, что это будет за текстура? Было бы круто, если бы клауд или сноу. А нет. Это у нас... Вау. Это что-то типа, наверное, попкорн слайма или кранч слайма. Вау. Он пахнет яблочком. Очень вкусным яблочком. Я просто обязана вот так сделать. И обязана растянуть этот слайм. Он, конечно, плохо растягивается, потому что внутри него очень много всяких разных добавок. Но вы только посмотрите на эту текстуру. Безумно круто. Хотелось бы мне, чтобы вы прочувствовали этот аромат, который исходит от этого слайма. Но, к сожалению, это невозможно. Надеюсь, что лет через 10 хотя бы сделаю, типа, такую функцию. Передаю аромат через камеру. Передаю аромат через YouTube и все такое. Таким образом тянется этот слайм. Он очень классно похрустывает. И сейчас я предлагаю сделать свое самое любимое действие. В общем, мы сейчас активно поиграем этим слаймом. Я досчитаю до, допустим, 30. Мы сделаем розочку и ей безумно похрустим. Ну, я, по крайней мере, буду надеяться на то, что она будет безумно хрустеть. Короче, все. Начинаем считать один. Я напитала этот слайм воздухом. Смотрите, что получилось. Он уже у меня как-то начал прилипать сильно к рукам. И теперь слушаю, будет он круто хрустеть или нет. Как-то так. Я предлагаю прямо сейчас написать оценку для этого слайма в комментариях. Я специально его не буду оценивать. Я его уже закрываю и убираю. И теперь смотрите, что у меня есть. Это попкорн слайм от Mr. Drop Slimes. Такая красивая вообще наклеечка. Мне так нравятся все эти подтеки. Я уже прям предчувствую, какой этот слайм будет клевый. Ну что, давайте его открывать. И первым делом, конечно же, нюхать. Боже, он так офигенно пахнет жареным сливочным маслом. Я серьезно говорю, прям жареная сливочная маслица. Ну а теперь давайте смотреть на этот слайм. Ой, я залипла немножко. Выглядит прям как самый настоящий попкорн со сливочным маслом. Он немножечко растаял. Это, конечно же, не страшно. Ну и сейчас я его попытаюсь весь достать из буковки. Ты говорила, у меня даже есть артисты от этого магазина. Но мне его надо достать в пакетику. Поэтому я выставила свои вот такие вот как чувачки. Такие, сливочные. И я же начинаю отшивание шить. Знаете, такое чувство, что в этот слайм действительно добавили сливочное масло. Потому что он такой, какой-то вещь маслянистый, нежный. Это неплохо на самом деле. Просто у него очень приятная кремовая текстура. Обалдеть, как он хрустит. Хрустит. Я, наверное, добавлю еще чуть-чуть активатора. Потому что он все равно прилипает к рукам. Но сейчас давайте смотреть, что же в итоге. Это за слайм-то такой у нас попкористый с настоящим маслечком. Я думаю, что здесь нету настоящего масла. Иначе бы он уже сто лет как заплеснемел. Но так это просто безумство. Смотрите, как он сейчас будет растягиваться. Здесь есть пенопластовые шарики. Желтые, снежно-желтые, более темно-желтые. По-моему, даже оранжевые. Также есть такие пенопластовые штучки, которые прям типа попкорн-попкорн. И, наверное, еще какие-то добавки, которые я не разглядела. Текстура у слайма мега глянцевая, мега кремовая. И это очень-очень приятно на самом деле при игре. Послушайте только, как он классно хрустит. Кайф, да? Просто кайф. Кликать тоже он просто на пушечную оценку, конечно же, 5 баллов. А, да, я сегодня оценую по 10-байльной шкале. Поэтому все 10 из 10 серьезно вам говорю. Он очень крутой. Я даже не хочу его выбирать обратно в баночку. Класс. Слушайте, а если бы вы были слаймом, каким слаймом вы бы были? Прямо сейчас пишите в комментариях. Я, наверное, была бы клаудом, потому что я могу быть разной. Такой же пушистый, как он. Такой же не пушистый. Короче говоря, я стопудово клауд. А вы какой слайм? Пишите в комментариях. Или я была бы слаймом единорожкой. Боже мой, что за странная у меня фантазия. Ладно, давайте сделаем розочку. Розочку, 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 розочку. Ти-динс. Какая-то определительная розочка получилась. Очень красивая. Из-за этого слайма должны быть очень красивые розочки. Кстати, вот его точно можно напитать воздухом. Прямо сейчас мы это и сделаем. И мы считаем до 15. И... В общем, я готова сделать, наверное, розочку из этого слайма. Он так сильно начал глипнуть к рукам, что я же прям в шоке. И теперь давайте его разделим. Очень круто. Очень-очень-очень сверх круто. Я бы даже так сказала. Вы сами все слышали. Теперь я добавлю еще немножко активатора в этот слайм. Потому что он все равно прилипает. И все такое. Лучше уж его убрать в контейнер. Чуть-чуть переактивированным, чем он будет жидким. Не знаю почему, но мне этот слайм прям мега сильно напоминает американские слаймы. Которые я очень часто вижу в Инстаграме. Как с ними играют. Даже какие-то я заказывала. Вот прям, не знаю, американская какая-то текстура. Может быть, я преувеличиваю или еще что. Но мне действительно так кажется, так считается и все такое. Как говорится, я художник. Я творю, что хочу. Это была дурацкая фраза от меня. Но, блин, вы же привыкли, да, что я несу всякий разный бед. Мне кажется, он тоже сейчас не поместится. У меня проблема. У меня реально проблема. У меня слайм не помещается обратно в баночку. Никогда не играйте очень-очень-очень много. С крутым пумпкорным слаймом. Иначе у вас будет точно такая же проблема, как у меня сейчас. Я просто его не могу обратно сюда поместить. Потому что он увеличился. Если я сейчас закрою эту банку, потом весь слайм будет вот так вот вытекать. Знаете, с такими сушенками. Поэтому я, наверное, его сейчас пока что в таком состоянии оставлю. А потом закрою. Ну что, ребят, надеюсь, вы готовы перейти к следующему слайму. Я вот не готова. Потому что я еще сижу в предыдущем слайме. Теперь я готова. Блин, у меня еще здесь слайм. Да еще здесь. О, ну все. Короче, давайте смотреть, что же это за такой слайм. Это тоже слайм от Мистер Дроп. Это Клауд. Вы просто посмотрите, какой он красивый. Здесь есть блески. Крупные блески, маленькие блески. Самое главное, что вот эти вот большие блесточки не оставались на столе. Иначе это будет не очень хорошо. Потому что мне не нравится, когда так происходит. И да, он такой типа двухцветный. Белый, розовый. Все дела. Давайте его скорее открывать. Боже, я вспомнила. Это тот самый супер клевый слайм. Я когда его открыла первый раз, я просто была в шоке. Вы посмотрите на это. Это розочки в Клауде. Розочки в Клауде. Но это же супер круто, супер мило. Он уже как будто начинает немножечко подрезать, да? Но вы понимаете. В общем, надо его аккуратненько сейчас есть, достать из контейнера. Все. Это максимум, на что я способна. Иначе я просто просижу здесь, наверное, еще часа полтора. Просто выскабливая все остатки слайма. Ну, он просто такой красивый, что пытаюсь реально все-все достать до последнего кусочка. Но это с трудом дается. Поэтому вот эта вот баночка в таком состоянии уходит вот сюда в бок. Ну, а мы будем смотреть на этот чудесный, прекрасный Клауд. Он такой, кстати, прям увесистый, такой тяжеленький. Смотрите, что получается. Очень нежно-розовый цвет. Почему-то в моих руках Клауды не Клаудят. Они не дризлят. Может быть, я не знаю каких-то лайфхаков, чтобы они прям супер круто дризлили. Если вы знаете, что делать. Там добавить горячую воду, холодную. Добавить активатор. Может быть, еще что-то. Пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что, ну, я прям не супер профессиональный слаймер. Я их не делаю на продажу. Я просто любитель. Я просто люблю слаймы и все такое. Поэтому, не знаю, все лайфхаки. Если вы знаете, что сделать, чтобы Клауды прям супер дризлили. Пожалуйста, напишите в комментах. Ну, а теперь давайте смотреть на эту красоту. Ну, блин, я так хотела, чтобы он прям так классно дризлил. Класс. Такие розочки, кстати, прикольные. Они там так прикольно делают массаж рукам, когда играешь с этим слаймом. Прям прикольно-прикольно. Это вообще как бы Клауд, нет? Или это не Клауд? Скажите мне, пожалуйста. Что сделать, чтобы он супер круто дризлил? Давайте смотреть. Может быть, сейчас он раздризлилится. Ого. Короче, как-то так. Может быть, еще что-то? А, давайте я добавлю активатора. Посмотрим, что будет. Как вы знаете, я добавила активатора, и вот что произошло. Он просто стал более плотным. Он не стал круче дризлить. То есть, он почти не дризлилит. Ну, есть, конечно, немножко. В общем, как-то так. Надеюсь, я когда-нибудь сама сделаю шикарный Клауд и найду самый шикарный Клауд. Мне безумно понравилось то, как оформлен этот слайм. Как он пахнет. Кстати говоря, он очень приятно пахнет. Каким-то вкусным-вкусным чем-то сладеньким. Типа пироженки. Может быть, даже типа макарунса. Может быть, это вообще розы. В общем, непонятно. Вы знаете, как сложно мне определить ароматы. Серьезно, очень сложно. Но пахнет стопудово очень-очень-очень клево. У меня здесь еще один есть слайм. От этого инстаграм-магазина. Это Клер слайм. Он очень красивый. Вы просто посмотрите. Здесь ММДМСик. Гребфрутики. Какие-то штучки добавлены. Блесточки. Еще такой офигенный розовый цвет. Боже мой. Скорей бы его открыть. Давайте на счет три. Один. Две. Три. Открываем этот красивый слайм. Вау. Первым делом его нужно было понюхать. Я это сделала. И пахнет, скажу я вам, он просто превосходно. Серьезно. Теперь давайте смотреть. Чувак, доставайся. Неужели ты... Да ладно. Как обидно, когда супер красивый, вообще просто супер шикарный дизайн слайма обращается тем, что он стал просто как желейка. Вы посмотрите, я его еле выдернула из контейнера. Еле-еле как. Там даже остался ММД МСик, который был. Я его даже не смогла до сих пор достать. По идее, это должно было выглядеть как-то так. Я думаю. Но это все почему-то очень сильно засохло и превратилось тупо в желейку. Давайте я попробую достать абсолютно все. Я зато почти идеально очистила баночку. В ней осталось совсем немножко каких-то добавочек и все такое. И весь слайм у меня находится на правой руке. И я его весь достала. Но, блин. Ну, вы понимаете, да? Он очень красивый, но, к сожалению, он очень-очень-очень затвердевший. Я его обязательно спасу. Прям стопудово я схожу и куплю глицерин в аптеке, потому что не хочу его спасать зубной пастой, чтобы он быстро не испорчился, не стух, ничего такого. Но так, конечно, не очень приятная ситуация. Слушайте, у меня здесь есть размягчитель от слайма Айленда. Ну что, добавляем. Надеюсь, сейчас все произойдет классно. Слайм из гадкого утенка превратится в белого лебедя. И я его прям спасу-спасу. Надо сразу достать шармик, а то он мне тут будет мешаться. Он реально размягчается. Вы просто посмотрите, какая это была прям дубовая желейка пару минут назад. Сейчас это хотя бы можно растянуть. Офигенный размягчитель. Можно мне, пожалуйста, камаз такого размягчителя, фуру, пожалуйста, к дому подгоняйте, чтобы я все слаймы размягчала с помощью этого размягчителя. Я еще ни разу не видела, чтобы так быстро размягчали слаймы. Я сейчас прям не шучу ни разу. Да, я, видимо, здесь надолго залипла. Как вы думаете, как долго по времени я буду размягчать слайм? Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Такой некий промежуточный результат. Этот слаймик уже тянется, но он еще пока что не идеальный. Ну, вообще не идеальный, то есть как бы можно растянуть. Но я еще хочу добавить немножечко размягчителя. Мне кажется, я уже половину вот этой соуснички вылила сюда. Но что не поделаешь, что не сделаешь, на что не пойдешь ради классного красивого слайма. Так что я еще добавила размягчителя и продолжаю вымешивать. Пожалуйста, поддержите меня лайком, чтобы у меня все получилось. Как бы не пришлось добавлять еще активатора после таких-то размягчений. Оу май гад. Я это сделала. Я размягчила слайм. Смотрите, что получилось. Он даже сейчас немножечко прилипает к рукам. Реально говорю, мне кажется, сейчас придется добавлять активатор. Он даже растягивается. У него текстура была прозрачная, но внутри был добавлен легкий пластилин. И поэтому сейчас это вот что-то вот такое полупрозрачненькое. Класс. Вот так вот это все должно выглядеть. Это слайм MM Dems. Он очень вкусно пахнет. У него такая немножечко желейная текстура. Скорее всего, это из-за того, что я добавляла. И сейчас размягчите, наверное. Но мы спасли этот классный слайм. Он очень-очень-очень клевый. Послушайте, как он кликает. Как он тянется. Божественно. Вот теперь, после того, как я его размягчила, я этому слаймику могу поставить 9 баллов. Он клевый. Мне в нем все нравится. Текстура нравится. Запах нравится. Цвет нравится. То, как он хрустит. То, как он кликает. В общем, все прекрасно. Как вы считаете, как должен называться этот слайм? Скорее, предлагайте свои варианты. Я бы назвала этот слайм фиалка. Не знаю, почему. А, нет. Не фиалка. Фиалка в MM Dems. Потому что здесь был шармик MM Dems. У меня есть еще один слайм от магазина слайма Island. Давайте его посмотрим. Он очень вкусно пахнет. Такой запах странный. Типа и французское печенье, и апельсинка. И вообще все сразу. Я не знаю, как так получилось. Может быть, смешали несколько аром. Я сейчас чуть-чуть приближу камеру, чтобы вам было прям хорошо видно этот слайм. Добавляю активатор, потому что он чуть-чуть растаял. И давайте начинать вот это вот все перемешивать. Блин, он не чуть-чуть растаял. Он прям сильно растаял. Прям крепец. Такой глянцевый. Вы сразу это замените. Я вот мне сразу это очищаю, вижу, как у вас он блестит. Ну, вы понимаете, да, насколько круто хрустит этот слайм. Вау, какой огромный пузырь. Все, ребят, давайте смотреть на этот слайм. Я его полностью заактивировала. Вот что получилось. Он безумно вкусно пахнет. Я просто не могу рядом с ним дышать. Мне сразу хочется какую-нибудь вкусняшку. Настолько у него стойкий и вкусный аромат. Как вы, наверное, уже слышали и видели, он очень клево хрустит. Прям безумно круто-круто кликает. И из него надуваются пузыри, чтобы вы понимали, насколько этот слайм космос. Десять из десяти. Просто стопроцентная десяточка. Класс! Какой крутой пузырь. Вот он. Идеальный слайм. На самом деле, сегодня почти все с вами были идеальными. Даже которыми я ставила девять из десяти. Можно было поставить десять из десяти. Потому что они были суперкрутыми. И этот самый такой вот финальненький. Прям, знаете, самый сок наконец остался. Он так классно хрустит. Так вкусно пахнет. И вообще мне в нем все нравится. Я бы ему тоже хотела придумать какое-нибудь название. Только не знаю, какой мне почему-то на ум приходит сырный Джо. Хотя он не сырный. Типа вообще нифига. Это слайм Чизкейт. Стопудово. Что мне теперь с ним делать? Он просто не закроется. Он увеличился как бы капец. Все слаймы вошли в кадр, которые сегодня были. Ну что, надеюсь, вам понравился этот обзор слаймов от новичков, от начинающих слаймеров, от моих подписчиков. Как хотите, так и называйте. Эти слаймы мне все прислали на обзор. Я их не покупала. Спасибо вам огромное за то, что присылаете мне слаймики. Я, может быть, даже оставлю адрес, куда вы можете прислать слаймы, если вы слаймер, начинающий, профи, неважно. Я всегда и снимаю обзорчики. И да, спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, если вы любите обзоры слаймов, слаймов, все такое, подписывайтесь на мой слайм-канал, Zoom Slime, на котором вы сейчас находитесь, и переходите на мой основной канал, МашаZoom. Ну и, конечно же, на Инстаграм, который здесь уже давно, и им давно, наверное, вылез. Но я вас очень на всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. До скорых встреч, всем пока!